Добрый день, дорогие мои! Вы на канале Приют Ангелы, с вами народный батюшка, мир и благословение вам от Пресвятой Троицы. Хочу познакомить вас еще с одним замечательным, я бы так сказал, лекарственным средством. Все вы его, конечно, хорошо знаете. Часто применяете как приправу, и оно помогает нам с вами в питании, помогает вкус изменить продукты, которые мы потребляем. Ну и дать некие такие очень полезные, возбуждающие аппетит и регулирующие кишечник средства. Я, например, люблю очень добавлять это средство в хлеб. Когда печешь хлеб, добавляешь чуть-чуть, и такой запах, запах. Ну, те, кто из Советского Союза помнят этот запах, и этот запах горчичной сайки, горчичной булки. И это, дорогие мои, горчица. Горчица. У меня, как у обычного мужчины, после 50 лет появилась мужская проблема. Но у меня, правда, появилась она гораздо позже, буквально год назад, вместе с ковидом, как ни странно. Но, тем не менее, появилась, и я решил найти, а какое же средство растительное мне поможет избавиться от этой проблемы. Давайте я честно скажу, простатит. Он у 90% мужчин после 60, поэтому мне тут особенно стесняться нечего. Но, когда я думал, какое средство, то самым эффективным оказалось горчица. Все пишут о ней много и хорошо, и поэтому я попросил матушку посадить мне горчицу. Посеять мне горчицу. Посеял не ту пищевую, вот, столовую горчицу, которая продается в магазинах большими листьями такими. Они зелено-фиолетовые листья бывают. И только потому, что в той горчице меньше вещества, которое нужно. То есть, вот, горчица, которой должна дать семена, из которой делают после горчицу, она более насыщена тем веществом, что нам нужно. И поэтому посадили эту горчицу, и я ее две недели пью. И я скажу вам, что эффект очень интересный. То есть, я вот буквально на днях ходил в больницу у главного врача, просил направление в Иваново, чтобы мне как-то поактивнее порешать эту проблему. Поскольку мне в Москве сказали, что если не будет большого эффекта за полгода от таблеток, которые мне прописали, а прописали Оникс Окс. Те, кто знает, это... Но они мне мало чего сделали, мало как помогли. Но я начал пить горчицу, и... Я вам так скажу, поездку куда-то к урологу я отложил. И сейчас решил, что хорошенечко надо это средство использовать. И я его использую очень простым способом. Сейчас вот так нарежу. Я, видите, нарезаю. Потому что корни горчицы, они очень обогащают землю. Матушка, что они делают? Почву обогащают. Поэтому корни я оставлю там. Так вот мучительно нарежу себе верхушечек. Потому что именно верхушечки и несут самую большую пользу. Вот из них и идет... Я вам так скажу. Идет и вкус. Потому что добавляешь в пищу и нормальная горчица. Она горькая, и эта горчица. Но в рекомендациях тех, кто пользует ее как лекарственное средство, все-таки ее надо высушить. И уже высушенную потреблять. Вот так. Плантация у меня небольшая. Поэтому сразу говорю, ничего высылать не буду. Это чистый рассказ вам. И если вы захотите, то, я думаю, можно еще пойти и купить семян. И посеять. Потому что вот эта горчица у нас выросла за три недели. Так как я вам говорил, что зима еще не близко, что до морозов еще примерно, я думаю, недели три, вы успеете вырастить себе горчицу, если все хорошо пойдет. Но матушка ее когда-то сажала и под зиму. Интересно, что она уходит зеленая под зиму, и весной оттаивает, и такая же зеленая лежит. Ну, только лежит вся, она будет лежать. Как и я сейчас ее утопчу. Очень жалко ее отнимать у пчелок и... Шмелее. Сейчас, когда подошел, их тут была целая стая. Но, конечно, мои разговоры, мои шумы, их распугали. Вот так, мои хорошие. Надеюсь, что вот такие наши беседы с вами о травах вам приносят пользу. И вы занимаетесь профилактикой и лечением травами. Потому что надеяться на аптеку я бы вам не рекомендовал. Все-таки надо на природу, которая Богом создана, которая несет вот эту всю божественную благодать в виде пользы, которую мы с вами получаем от этих растений. И она-то и дает все, что нужно. При этом я вам всегда говорю, что если какие-то у вас обостренные формы, что если вам требуется не какое-то такое профилактическое вмешательство или вмешательство небольшое, то в первом случае все-таки ходите к врачам и делайте то, что велят врачи. Поскольку мы с вами настолько уже привыкли ко всему химическому, что природные вот эти средства на нас уже не влияют иногда. Или влияют не так эффективно. У других мы стали. Вот, поэтому не гнушайтесь сходить к врачам, выслушать их, что они порекомендуют. Но на всякий случай имейте в виду, если у вас есть муж или сын к 50 годам, посадите горчицу на следующий год обязательно. И вы увидите, как и блюда с ней становятся вкусные. и польза для здоровья большая. Вот так. Здоровья вам всем, мои хорошие. Радости. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова